На этом видео попробую продемонстрировать зависимость роста вешенки от воздухообменов в камере. Здесь штамп К-17 заканчивается под наношение второй волны. Вот расположение грибов ближе к источнику воздуха, откуда с главного вентилятора подается воздух. Смотрим, плодовые тела ровные, красивые, кондиции хорошие. Здесь вентиляция полностью справляется, не только вентиляция, а полностью климатика справляется с поставленной задачей. Правильные плодовые тела, высокое качество. Так, по-моему, очень хорошо видно, что качество гриба очень товарное. Сейчас имеет место более экономный режим вентиляции. Что у него входит? Здесь уменьшенная вентиляция, уменьшенная вытяжка для того, чтобы экономить энергоресурсы. Поэтому, чем дальше от источника подачи воздуха в камеру, тем мы заметим дальше немножко недостаточный воздухообмен и тем самым изменение форм плодовых тел. Вот уже начинаем замечать более вытянутые ножки. Здесь вот еще более, не менее, ничего. Вот чем мы двигаемся дальше, тем более вытянутые ножки, что говорит о малой, но недостаточности воздухопотоки. Вот уже более ярко выраженное. То есть это уже ближе к окончанию ряда идет дело. Вот уже вытяжка скоро. Соответственно, здесь и уровень СО2 побольше, ближе к вытяжке. И движение воздуха слабее, ослабевает. Соответственно, вот уже видно более вытянутые ножки у гриба. Гриб все равно остается товарный. То есть здесь найден компромисс по вентиляции, по экономии энергоресурсов. Ну, замечаем. Скажем, если в начале камеры можно назвать, можно оценить качество гриба как на пятерочку, то здесь на твердую четверочку. Вот. Также, видим, имеет место довольно жирный гиминофор. Вот она более, наверное, ярко выражена. То есть здесь еще немножечко не справляется с испарением. Гриб, соответственно, увеличивает он гиминофор, чтобы как-то улучшить испарение. Вот такой наглядный пример по градиентам, так скажем, климатики в камере. Видео снято для форума, где обсуждается тема градиентов.